Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в RimWorld Alpha 16. В прошлой серии мы поохотились на Трумбо, забили себе холодильники мясом, еще у нас верблюды, как ни странно, остались до сих пор, на которых нужно будет обязательно поохотиться. Антонио, правда, в прошлой серии немного пострадал, как и Лида, по-моему, в прошлой серии она пострадала, да, если я не ошибаюсь. Пальцев лишается, на ноге, на руке. Бедная Лида. Так, мне многие посоветовали все-таки назначить кого-то уборщиком, вот, полноценным, хотя бы на какое-то время, или, может быть, даже всем просто поставить уборку на единичку, чтобы быстренько убраться, чтобы понизить шансы на нервные срывы, да. Быстренько сейчас все уберем, почистим хорошенечко и будем дальше копать. Ну, опять же, да, у нас, я поставил, молодец. Надо убрать какие-то занятия, которые у нас на единичку стоят отсюда, да. Потому что слева направо приоритет у нас идет, и как бы нам это сделать. Но вроде бы кто-то заметает, я слышу. Кто-то все-таки заметает. Шахтеры не заметают. В принципе, это нам надо. Антонио не заметает. Это тоже нам как раз то, что надо. Кто-то еще заметать может. Я даже не знаю. Антонио, правда, сейчас дольше еду теперь готовит уже. Но вроде бы все равно готовит. Самое главное, что готовит. Хоть как-то, но готовит, потому что с едой... Но вроде бы с едой тоже более-менее мы разобрались. Ну, именно с готовкой еды. Я уже жду, не дождусь, чтобы здесь стол поставить, наконец-то. Может быть, даже здесь автодвери потом тоже добавить, да. Потому что все будут ходить постоянно. Да, давайте, наверное, автодвери здесь поставим. Можно вот так вот сделать. Эти надо разобрать, наверное, да. Мы не сможем, наверное, поверху поставить автодвери. А, еще по поводу... Вот тут вот я что-то смотрел. Внутри всего 6 градусов, 5 градусов. Как-то прохладно становится. Мне кажется, что нужно поставить туда еще один обогреватель. Потому что один как-то не справляется совсем. На большую температуру его ставить нету, как мне ребята говорят. Смысла никакого, да. Поэтому поставим еще один обогреватель. Тут внутри пока хорошо. Но тоже нужно строить обогреватели дополнительные. В коридоре, наверное, да. Как мне советуют и дальше ребята. Поэтому давайте поставим где-то здесь в коридоре. Хотя бы один обогреватель, да. И дальше посмотрим. Эти двери тоже... Стоп. Все время. Просто через них никто не проходил еще. Я понял. Так. Сюда тепло тоже будет заходить. Здесь, я думаю, нормально. Здесь, по идее, еще дверь должна была бы быть. Но почему-то ее нет. Наверное, как раз вот тут. Давайте сейчас не спеша посмотрим. Все продумаем. Дверь из гранита здесь у нас тоже. Которая будет открытая постоянно. Куда еще? В принципе, вот тут вот можно еще одну дверь сделать, да. Чтобы быстрее фермеры из этой гидропонной фермы выходили. Вот даже вот здесь сделаем. На склад. Так. Все. Больше никто у нас уже, по-моему, не заметает, да. Дмитрий, Андрюша. А, еще мне ребята писали, что я переселил Славика сюда. А завистливый у нас был Саша. Я Славика с Сашей перепутал еще. Серии 3-4 назад. И, да. Саша завидует Славику. Все, это нормально. Поэтому давайте вернем сюда Сашу. Как было изначально задумано. Только надо убрать отсюда Александра. Вот так вот. Стоп. Александра. Вернем сюда Сашу и снимем Александра. Все нормально. Александр и Славика убираем. Вот. Эту комнату, например, дадим уже Славику. Славику. Главное не промазать сейчас опять. Все. Так. Нет. Все правильно. Александр у нас завистлив. Александр. Все. Я разобрался. Наконец-то. В кои-то веки. Хорошо. Давайте скорость чуть побольше сделаем. С соломой пока вроде бы все нормально. Зима только началась. Да. У нас первый день зимы еще всего лишь навсего. О. Обогреватель уже работает. Главное не поджарить растенеца. Вот. Может быть даже такую температуру высокую не надо. Давайте, кстати, мне ребята вот советовали такую тему сделать. Мы ставим один обогреватель на 21, например, градус. Да. А второй на десятку. И тогда второй будет отключаться. Если. Ну, давайте, может быть, здесь поставим сколько. 11, 12, 13. Этот на 11, этот на 13. То есть, по идее, когда температура достигнет 13, этот обогреватель не будет расходовать энергию. Мне вот так вот, ребята, пишут. То есть, когда здесь будет 12, 13 градусов, то этот, по идее, работать не будет. Но посмотрим, как это все на самом деле будет. Внутри минус 8, минус 7. Можно, кстати, наверное, даже отключить какие-то... А, у нас отключен один. Угу. Хорошо. У индейок сейчас проверим. Минус 8, комфортная температура. Поэтому, наверное, даже можно здесь поставить там... Ой, не в ту сторону. Какую-нибудь единичку. По идее, он... Ну, вроде, да, если верить тем, кто так вот писал, то... Когда здесь будет больше, то... Холодить он не будет. Но тут, походу, придется еще и обогреватель ставить где-то. В коридоре, опять же. Но пока вроде не надо нам. Это все дело. Комната греется отсюда, по идее, да, внутри. Минус 11 здесь, без крыши. Но она не греется. Да, тепло все на улицу выходит. И все. И с концами. Но, кстати, наверное, придется реально обогреватель ставить, если температура на улице будет сильно понижаться. Или же поставить где-то в коридоре здесь. Тут не хочется ставить обогреватель. Ну, тут у нас будет обогреватель стоять по-любому, так что... А вот тут даже дверь можно и не ставить. Или, опять же, поставить дверь из гранита, которая будет постоянно открыта. Наверное. Или нет. У нас все-таки этот, да, шлюз. Шлюз. Поэтому поставим здесь тоже автодверь. Не будем экономить на ней. И давайте потихонечку, наверное, переносить столы уже сюда. Мебель нам нужна. Большой стол. Как у нас они будут стоять? Пока что поставим вот так вот один большой стол. Так или так. Или... А вот в любом случае он не помещается так, чтобы кое-как симметрично хотя бы было. Но вот так поставим. И стулья. Из... Из пластали можно сделать стулья. Так. Так. Тихо. Вот это, конечно, целая куча дерева уйдет. Практически все мое дерево. И это плохо. На самом деле. Это плохо. Еще мне ребята советовали... Некоторые советуют. Одни мне советовали построить цикропию. Вот эту построить. Посадить цикропию. А другие советовали посадить что-то другое. Что более приспособлено к нашей температуре. Да. Например, те же... Что у нас? Тополи, по-моему, растут. Да? Тополи. Попробуем посадить тополи, может быть. Он бешеное животное. Тополь. Сейчас посмотрим. Быстро, но содержит не так тоже, да? Смотрите. Как ему тут... 90 дней. Это... Время созревания 15 дней. А ну, давайте посмотрим... Смотрим на цикропию. 14 дней. Ну, вот, кстати... Тут нету какого-то описания климата, нужного для дерева. Может быть, тополь... Раз у нас тополя растут везде здесь, да? То, может быть, тополь будет лучше как-то здесь себя чувствовать. Лида, прости. Тебе придется выйти. И разобраться с... Вот этим гадским верблюдом. А он пойдет сейчас собаку убивать, наверное. Или не пойдет. Давай, Лида. Фигачи его. Молодчина. Можно спасти его и завербовать. Стреляй, верблюда. Нам животных сейчас на этот год, на эту зиму хватит более чем, я думаю. Поэтому не будем верблюда вербовать. Приручать я имел в виду, конечно же. Так, стульчики готовятся. Стол, кстати, надо было, наверное, сделать не из дерева, да? А может быть, из какого-то другого материала. О, смотрите, уже позаметал кто-то у нас, да? Наверное. Ну, кто-то позаметал уже, в общем. И это замечательно. Таня тут заметает. Ходит. Я даже не заметил, как все позаметали. И думаю, блин, а чего же никто не заметает? А уже все позаметали. Так, смотрим. Внутри минус 17. А у наших индюшек минус 8, комфортная температура, они мерзнуть начнут. Надо, значит, ставить обогреватель. Минус, а внутри здесь 4. Блин, как бы сделать так, чтобы здесь животные не мерзли сильно. И чтобы была все-таки минимальная минусовая температура. Но минимальная. У нас же тут крыша, да, внутри хорошая есть. Попробовать стены, может быть, утолщить, опять же, да? Некоторые мне советовали делать стены в несколько рядов, чтобы тепло лучше сохранялось. Но давайте попробуем, как бы. Ну, нам варианта тут все равно не так много, чем себя пока что занять. Вот, а сделаем стены толще и посмотрим. Снаружи у нас, значит, минус 22, внутри минус 17. Посмотрим. Вот мы сейчас стеночку немножечко доделаем, да, и... Поглядим. Поглядим. Может им, кстати, закрыть вот эти двери, чтобы они сюда и не заходили? Пусть они заходят только через вот эту вот, да? Кстати, как вариант на зиму закрывать вот эту вот часть. Нашего курятника. Вполне неплохой вариант тоже. Чтобы они не гоняли лишний раз холод. Так, внутри 13. Пока что тепло и пока что хорошо. Проверяем. Саня, ты больше никому не завидуешь? Все, никому не завидуют. Уют есть. Впечатляющая спальня. Хорошее настроение. Хорошее блюдо. Скромные запросы. И... Что тут? Поломалось? Поломалось что-то. Ну... Не страшно, я думаю. Многие тоже мне пишут, что... Строительство не стоит распылять прям вот так на всех наших поселенцев. Но пока как-то что-то строителя у меня нормального нет. Не хватает мне людей, чтобы стеночки здесь везде строить. Хочется побыстрее все их доделать уже, да? Побыстрее все выкопать. Вот. У нас наконец-то есть теперь... Столовая. Давайте поставим лампу здесь. Вот так одну. И, наверное, здесь тоже вторую поставим. Чтобы... Было светло и хорошо. Энергию проведем. Как-нибудь вот так. Эта лампа дотянется, я думаю. Угу. Дверь поставим... Из гранита сюда. Вот эти двери оставим открытыми тоже навсегда. Так. И вот эта у нас разметочка была 11 на 11, если я не ошибаюсь. Сейчас проверим. Да, 11 на 11. То есть здесь строим стенку. Вот так. Наверное, сразу тоже выкапываем все. Ну, пусть они докопают уже столовую. Потом эту будем... Комнату для гидропонных ферм нам пока что не критично на самом деле. Совсем не критично, поэтому... Ну, разница между... Все равно улицей небольшая на самом деле, да? Минус 11, минус 7, как бы... Разницы особо никакой, можно сказать, нет. Так. Все, у нас чистота, порядок сейчас... Мне определенно нравится. Как сейчас у нас дела идут. Так, тут, я надеюсь, достаточно светло от этих двух ламп. Или поставим 4, будем жировать. Комната большая все-таки. Хотя, наверное, у нас тут одной, да? Одна стояла и одной хватало. Наверное, не будем ставить дополнительные лампы. Тут прохладно. Прохладно. Ну, я думаю, для работы эта температура достаточно хорошая. Не будем ее больше делать. Да, еще давно мне советуют включить... Вот так вот, отображение ресурсов включить. Давно мне советуют. Мне вроде бы и так нормально было. Я сначала думал, что все ресурсы пока помещаются. Я только вот сейчас заметил вот эту вот маленькую такую полосочку, которая означает, что, да, вот здесь область для сообщений. И все ресурсы остальные где-то там все. Поэтому, да, придется вот так сделать. И будем уже там, если что, там надо посмотреть, что такое. Как материалы. Ну, вот так вот сделаем, чтобы я видел, сколько у меня дерева. Чтобы я видел, точнее, что его нет у этого дерева, да? Так, и посмотрим. Выросла на 71%. Пойдем сейчас, может быть, еще кактусы какие-нибудь порубим. Кстати, можно пойти. Ибо дерева, ну, вообще нет. Поэтому сейчас будем его собирать. Его кактусы будем собирать, а не дерево. Деревянные кактусы. Все нормально. Со всей карты. Нужно будет это делать постоянно, наверное. Раз у нас проблемы с деревом. Ой, а вы куда ходили? Что вы там забыли? Что вы там делали, а? Признавайтесь. Ой, мышка. Крысу забирайте. А они пиво бухали, наверное, ходили. Пиво там закончилось уже все. Так, да, давайте вот эти... Ну, да, давайте вот эти обломки тоже перенесем. Единственное, что у меня нету места под металлолом. Наверное, можно их положить. Я думаю, будет сюда куда-нибудь. Металлолом добавим сюда. Пусть валяется здесь, он не портится. Кстати, нормальная кровать, нормальная кровать. Хорошая кровать. Отвратная кровать. Отлично. О, налет, налет. Так, хорошо. Надо плохие кровать поразбирать будет просто. Аборигены. Опять же, пришли к нам аборигены. Сова, смотрите, знакомая сова к нам пришла. Обалдеть. Даже, даже все это то, что мы ее лечили, все, все осталось на ней. Обалдеть. Голодная, ее там даже не покормили. Она привела с собой банду. Она рассказала им, как мы с ней обошлись. Ну, они на нас напали, да. Ну, мы вырезали у нее легкое и почку. Ну, что? Кому легко? Саранча, обезьяна, акула. Слушайте, у них там прям реально... Сборище диких животных. Так, соперник. Куча соперников. У наших соперников нету. Саня соперник. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Мол, появляются соперники у нас уже. Славик тоже. Даша. Мнение Даша Пока знакомые Пока тут еще, да, не разнакомились Но Да Так, хорошо Значит, что мы делаем? Первым делом мы включаем турели Блин, я не построил ловушки еще, да В наше это место Убийственное Блин, девчонки где-то лазят все Как раз будут сейчас идти Ой-ой-ой-ой-ой Таня А, они обратно уже идут, хорошо Хорошо Так Ладно, по энергии у нас энергии хватает Отлично, рычаг мы Дергаем Ну и, короче, всех собираем и идем отстреливаться Что нам остается Так, взяли всех Включили режим боя И идем Единственное, что у Антонио нет оружия Я, правда, даже не знаю Как он будет стрелять теперь Точность стрельбы 98% Нормально Время прицеливания Ну, да Подольше Но оно подольше из-за того, что Не из-за того, что у меня Нету руки Кисти Полностью Левой Но я стреляю правой, правильно? Левая мне не нужна, чтобы нажимать на курок Правильно ведь? Ну, правильно, по-моему Поэтому, да А, я еще всех Ой, Настя Настя у нас боец ближнего боя, да? Типа как? Ну, давайте лучше я все-таки ей Возьму Она стрелять тоже может Поэтому, да Так Выключатель используется? Кем? Кем используется? Лида? Лида? Лида Лида О, Лида со Славиком Они вообще, черти где тут Ну, блин Будете тогда с этой стороны держать оборону Если что Бегите хотя бы сюда Влад Переключи питание срочно И Давай на оборону На защиту родины Ксюша с дубиной Ксюша стрелять, наверное, не умеет Да, у нас Да Ксюша с дубиной Хорошо Ну, как хорошо Не очень, но Но Что поделать Так Вадим с пулеметом Давайте Саню сюда Лида будет Не Лида А Ксюша будет Прикрывать Так Антонио сюда Андрюша Андрюша, наверное, вот здесь будет с пулеметом Надо пулеметчиков наших поставить И автоматчиков с этой стороны Как там? Они близко уже Они еще готовятся, блин Пока они готовятся Можно было бы, да Уже много раз Нам и покушать нормально И И нам приготовиться, собственно Можно было много раз Так Настя Пошли Отнесешь Щит свой Ксюша Так Славик сюда Это не Славик Это камень Влад Давай На эту сторону Таня Даша Лучшие наши Стрелки Просто Так Снимаем Щит Угу И Ксюша берет его Давай, Ксюша Одевай щит И теперь сюда Будешь стоять Офигеть А, ну это Не так критично Но в целом Очень и очень неприятно Ладно, девчонки Тогда Я вас отпускаю Даша и Таня Вы Пока что Свободны Идут на штурм Уже Хорошо Давай Настя с дробашиком Куда-нибудь сюда Так Нужно срочно Починить Проводку Даша Я надеюсь Ты идешь Провода уже чинить Прямо, да? Прямо бежит, наверное Мучиться просто Так Британи А, отключить Животным Отключено Все Ммм Можно, кстати Потренировать Немного Молодому Этому Угу Так Британи Ты снова Под пули лезешь Не надо Не надо Ребята говорили Что у нее Выкидыш был В одной из Прошлых серий Якобы я пропустил Что у нее был Выкидыш Но она По-прежнему Беременна Это Новая уже Хотя Второй триместр Это было Значит Давно уже Так Надо Область Для животных На случай Войны Ограничивать Как-то Боже мой Что я Хрип уже Совсем Все Уже Скоро Голос Потеряю Буду Вот так Вот Постоянно Разговаривать Так Как мы Давайте Пока вас Сюда Отправим Зверушки Вы Наши Даша Ты куда Идешь Отдыхать Идет Так Таня Давай Чик-чик Таня Доделай Пожалуйста Доделай Пожалуйста И вот Надо Доделать Убрать Строительный Мусор Оно Может быть Кстати И не надо О Пошла Пальба Так Смотрим К нам Идут Кстати Вот эти штуки Надо тоже Было бы Поубирать Потому что Тихо 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 Как же Быстро Они Как же Было Хорошо Поджигаем 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 Давайте Ребята Давайте Турели Быстренько Быстренько Их всех Ушатываем Ушатываем Убили Одного Только сейчас Первого Убили Так 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 Надо нам Наверное Отступить Пусть Турели Сами воюют Но с другой стороны Они станут За камнями Сейчас Да И будут Постреливать По нам Нехорошо Но тут Луки Вот эти Длинные Они как Зафигачат Пару выстрелов И все Двоих Убили Это будет Очень Очень Неприятно Ладно Отступаем Попробуем Или блин С другой стороны Нам укрытие Как бы Определенное Дается Отступайте Отступайте Давайте Давайте Быстренько Вот На вторую Зону Обороны Или нет Или просто Стоим И стреляем В принципе Я не против Стоим Стреляем Давай Стреляй Вот туда Как раз Хорошо Зарядишь Я думаю Так Лида Далеко Не уходи Настя С дробовиком Давай Сюда Выходи Славик Антонио Давайте Фигачим Сова Снова Раненая Боже мой Сова Еще В очередной Раз Была ранена Давай Ближний бой С шакалом Так В шакала Не стреляем В шакала Не стреляем Стреляем Куда угодно Но не в шакала Стреляем Оп Давай Ушатали Кто-то Не послушал И все-таки Пострелял В шакала Маленько Так Давай Давай Фигачим Их Есть Двоих Еще Ушатали Побежали Может быть Сейчас С дубиной Ксюша Кого-нибудь Сможет захватить Турели Смотрите Как Прочно Держатся Так 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 Не хочется Пока Ксюшу Не надо Выходить Давай Ближний бой Оп Щелк Щелк Хорошо Ущелкали По Андрею Немного Попали Да Кто-то Видимо И то Скорее всего Это Или Дима Скорее всего Дима Наверное Вот уже Вот уже Так Теперь еще и правая нога У него Колечная Мочимся Что-ли Догоняем Турели Может быть Добьют Давай Ксюша О Есть Кто это Минока Трещина Все органы На месте Беспечный Стрелок Медлительный Невротик 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 И не в глазик Ну Наверное Ну Даже не знаю Повар В принципе Будет нам Да Я думаю Можно забрать Медленно Двигаться Будет Мы его просто Чисто поваром Сделаем И пусть себе Готовит Постоянно Да Ксюша Захватить Вот это Тело Вот Наконец-то Андрей Пожар Тушить Пошел Лида Лида Всех Уже Поубивала До кого Смогла Дострельнуть Наверное Кого-то Убила Хоть Я Женился Свидетель Она была Только Свидетелем Кровавой Смерти Ну и от этого И уже Тоже Вполне Хорошо Че там Сова Кстати Померла Сова Уже Да Наконец-то Многие ждали Ее смерти Но Прикольно Вот эта тема С приходами Пленных Наших Бывших Это круто Было Так Давайте Посмотрим Минус 85 Ребята Мне писали Что Если Фракция Уже Враждебна Относится К нам Да Когда вот Есть подпись Враждебна То с ней Вовсе Нельзя Никак Поднять Отношения Поэтому Я даже Не знаю Другие пишут Что Отношения Ну Что Мне когда-то В прошлой серии Когда я отпустил Сову Мне написалось Что отношения Поднялись На 15 Но Пока Че-то Я не вижу Этого Ладно Я думаю Догонять Мы уже Не будем Никого Просто Не сможем Поэтому Всех Отпускаем Быстренько Все тушат Пожар Собирают Дубины И Луки И тела Все На продажу Пиваса Немного Есть Еще У нас Так Возвращение Диких Зверей Можно Будет Серию Назвать Да Но Мы Кстати Без Проблем Даже Без Ловушек Надо Все равно Ловушек Пару Поставить Давайте Я их Размечу Пока Я не забыл Они Очень Хорошо Там Стоят Лишь Пока Наши На них Не Наступали Все Хорошо Осколочные Ставим Осколочные Так Наверное Здесь Здесь И Здесь Они Уже По-моему Не Идут Вот Здесь Я думаю Можно Поставить И вот Здесь Еще Одну Поставим Вот Как-то Так Пока Сделаем Все Тела Попереносят Пожар Потушат Немного Турели Починят Турели Все Выжили Ну Единственное Что Да Нужно Будет Подремонтировать Причем Ремонтируют Их Да Без Необходимости Тратить Компоненты Очень Хорошо Но Кстати Диких Зверей С каждым Разом Все Больше И больше Становится Поэтому Тут Нужно Как-то Что-то Усиливать Оборону Можно Еще Тут Второй Ряд Мешков Поставить На всякий Случай Еще Турелей Нужно Больше Турелей На самом деле Многие говорят Что турели Вообще Неэффективны Они Расходные Материалы Все Такое Нужно Ловушки Строить Килбоксы Многие Советуют Прям Туннели С ловушками Делать Но Вот Тоже Непонятно Может С модами Ребята Играют Может Еще Как-то Может Я Просто Что-то Не понимаю И Другие Зрители Но Наши Поселенцы На эти же Ловушки Сами Когда Наступают Они Взрываются Писали Не один Раз Такое Поэтому Я даже Не знаю Насколько Хорошая Идея С этими Ловушками И Килбоксами Так Давайте С минокой Будем Смотреть Лечим Есть У нас Трава Есть Немного Травы 12 Штучек Я думаю Не Пожалеем Траву И Вербуем Вербуем Если Долго Вербоваться Не будет Да Если Появятся Какие-то Новые У нас Пленные То Тогда Тогда Мы Отпустим Вылечим И отпустим Просто Ну Кстати Может Не стоит Все-таки Тратить На нее Медикаменты Вот так Пусть Золотают Таким Образом И Все Так Окей Что у нас Тут Проверяем Нас Немножко Перебили И отвлекли Мы тут Чем-то Занимались Полезным Наверное Во-первых Внутри Минус Девять Снаружи Тоже Минус Девять Что-то Не греется Хоть Вот тут Бери Стенку Ставь Раз Все равно У нас Обогреватели Эти Точнее Кондиционеры Не работают Ну Мне кажется Будет Точно так же Холодно Когда Кстати Если вот тут Стенку Провести А здесь Крышу Снять Наверное Все равно Будет То же самое Ну там Крыши И так Нет Ну ладно В любом Случа Фигня Это все Давайте Может быть Животных Разделаем Или нам Не к спеху Наверное Наверное Ой Тут вообще Минус 30 Уже У меня тут Стоит Да Минус 30 Отлично Давайте Ой Еще Минус 40 Поставим Это что надо Чтоб все Прифигели Бодрящий Холодильник Такой Можно уже На самом деле Переносить Все вещи Туда И Столы Разбирать Я думаю Можно потихонечку Все туда Сносить И надо Лиду Наверное Отправить На Сжигание Тел Или пусть А Лида У нас Наверное Охотится Да 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 Где-то Есть Еще Наверное Верблюды Которые Заслуживают Стать Питательным Завтраком Для нас А Да Давайте Это Отключим А то Все Подключим Дернем Пару Раз За рычажки Так У кого там у Ксюши Риск легкого нервного срыва Давайте мы посмотрим Синяки залатали Видела трупы Нет бионических частей тела до сих пор Легкая боль Плохо Просто плохое настроение И спала она тоже плохо Потому что мы всех разбудили посреди ночи Поэтому да Они плохо спали Кровати Давайте значит Мы кровати разберем Вот эти вот Отвратные например Кровати И заменим их Какими-то кроватками Более качественными У нас есть Парочка кроватей Плохие тоже убираем Хорошую из мрамора Я думаю Можно все-таки оставить Так Ну пусть они разберут Потом поставлю Главное не забыть Чтобы они на полу не спали Так Это мы Ставим на такую кровать Все Давайте скорость включим Вроде Нападение диких зверей Обошлось Без проблем Андрей Полностью здоров Уже Отлично Шедевральная кровать Вообще Обалдеть Надо кому-то Ее поставить Кому мы поставим Шедевр Кто у нас заслуживает Кроме Лиды Конечно же Лида у нас Самая центровая Здесь Самая главная Просто Так Наверное Надо поставить Вот Таня Например Таня Что у тебя За проблемы Какие-то Вдруг начались Резко Таня Сильно Недоедание Вот В чем твои проблемы В принципе Все Больше проблем Особых нет Ладно Заняться бы Наконец-то Изготовлением Одежды Но некогда Надо столовую Доделать И Надо Сделать Склад Под Маяк И комнаты Еще комнаты Нам нужны Еще комнаты Отличная кровать Нормальная кровать Хорошая Нормальная Пусть будет Нормальная Я думаю Оставим Нормальную Лучше Качество Поднимать Не станем Ну Ставить Пока что Не будем Более высокого Качества Дерева Не так много Так Как там Лида Хочет Очень Наверное Разобрать Разобрать Поджигать Трупы Пойти У нас Куча одежды Появится Я надеюсь Реально Что наши Не будут Ходить По этим Минам Я тут Правда Вырубку леса Веду Какую-то Где-то Везде По всей Карте И может Быть Будут Ходить А ну Лида Она Она Обошла Она Не По мини Прошла Она Обошла А ты Куда Идешь И Не Хочешь Перенести Хотя бы Леопольду Для начала А потом Еще Кого-нибудь Вот этих Двоих Тоже А потом Уже Отдыхать Может Нет Так Турели Мы Отключили Вот Кстати Вот эту Штуку Тоже Надо Включить Пусть Она Заряжается Починили Проводку По идее Починили Окей Так Кровать Я Я так и думал Что я До наступления Ночи Не успею Кровать Перенести Ну Ладно У нас тут Есть Так что Можно будет Переставить Так Ставим Шедеврально Кому Ладно Кому достанется Тому и будет Ксюша Кровать Переставить Твою Сюда Что еще Нормальное Хорошее Нормальное Давайте хотя бы Нормальную Поставим Это уже будет Хоть что-то Пока с деревом Как бы Проблема есть Не будем прям Шедевры себе делать Ставить за цель Делать шедевры Пока так Оставим Так Вы не хотите Проснуться ли Сэры Так 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 Все Зарядочка идет Зарядочка идет Хорошо Во Еды уже Хватает Успеваем Сделать Достаточно Много Кстати Кстати да Давайте Вот эти Перенесем Вот этот Вот весь Мусор Тоже И Да Ксюша Последнего Заносит Я думаю Что Лиду Можно будет Как она Проснется Отправить На Отправить В печку Так Ну Лида Я думаю Что Пора Проснуться Я думаю Покушаешь Ты Немножко Попозже Пока Давай Топай Сюда Настя Отдыхает Так Включаем Кто-то Идет Другой Включать Я понял Андрюша Решил Включить Хотя Не надо Было Чтобы Андрюша Включал Так Тихо Кремировать Все Давай Зажигай Зажигай Все Риск Нервного Срыва Прошел У всех Продолжаем Потихонечку Копать Убирать Переносить Шмоточки На склад И хлам Всякий Разный Да Еще Ребята Мне говорили Нужно Назначить На одном Из складов Гниль Вот так Гниль И И тогда Мы сможем Убирать Строительный Мусор Сейчас Мы его Убрать Не можем Никак Нужно Чтобы На складе Было О Пошли Разделывать Жуков И Антонио Ты Хитрый план Перенести Слушай Тут у меня Наверное Задачи Не стоят Никакие Так Короче Разбираем Этот стол Он нам Уже Не нужен Разбираем Эту Табуретку Отвратную Ужасную Эту пока Оставим Разбираем Наверное Этот стол Тоже Да И Разбираем Вот эту Табуретку Вот эту Табуретку Табуретка Кстати Хорошая Можно было бы Ее даже Продать Давай Просто Уберем Ее Так И Сейчас Еще хотел Посмотреть Как здесь Минус 6 Минус 7 На улице Нормально Все живы Зверушки Вроде бы И это Замечательно Давайте Может Собачек Наших Отпустим Все же Так Область Для животных Кстати А что Индюшатник У меня Здесь Чтобы они Траву Не ели Там Или что Я не знаю Зачем У меня Он был Отключен Но Давайте Мы его Включим Так Приказы Области Расширить Область Для животных Вот здесь И Уменьшить Область Для животных Отсюда Вот тут Мне область Для животных Не нужна Так И Здесь Так же Хотя Они камни Могли там Попереносить Да Потом В дальнейшем Но Сразу Я уберу Что потом Они Не гуляли Слишком Сильно Там Так Хорошо Да Вот эти штуки Убрать Металлолом Все никак Я не уберу Почему-то Никто не хочет Ну может быть Сейчас песики Особо Может быть Хоть псы Перенесут Этот металлолом Проклятый Наконец-то Так Давайте Красиво Проводочку Наконец-то Мы постелим В этих В стеночках Я думаю Да Спрячем Ее Так Здесь Как мы сделаем Переход Здесь можно просто Вот А Там мы Ничего не сделаем Да У нас только Вот эта стенка Так Хитро Все Ну вот так Хотя Проложим Проводку Можно было Кстати тут Просто Сделать стенку И не вести С этой стороны Потом уберем Из коридоров Лишние провода Чтобы Если вдруг Стрелять будем Да В коридоре Чтобы Как-то Побезопаснее было И турель Турель Тоже Можно поставить Попробовать Спластали Где-то в коридоре У нас две даже Да Вот Прям вот так Я думаю Будет хорошо Наверное Одну Одну Наверное Оставим Пока Да Или даже Вот так Вот сделаем Чтобы они На расстоянии Были Друг от друга На случай Жуков Если вдруг Жуки Но надо Чтобы эти Турели Работали Постоянно Поэтому Надо будет Еще Энергией Запастись Пожалуй Наверняка Да Нет Рисик Вырос Хорошо Так Хорошо Давайте мы Кресло Поставим Я вот Что Вспомнил Кресло Я хотел Поставить Мебель Кресло Из Чего Чего У нас Много Какой Ткани Ткань Просто Ткань Да Из просто Ткани Сделаем Или Может быть Из шкуры Как Из кожи Какой Нибудь Шкура Муфала Давайте Из шкуры Муфала Сколько Надо Сотка Ужас Ладно Это будет Значит Из шкуры Муфала Дальше Из Шкуры Верблюда Делаем Здесь Здесь Наверное Еще будет Здесь Стол Мне кажется И здесь Наверное Оставим Сразу Кресло Может быть Тут тоже Надо было Кресло Поставить А не Стулья Чтобы Комфорта Было Побольше Кстати В принципе Как вариант Ладно Разберем Тогда Все Стулья К чертям Сейчас И на их место Поставим Кресло Наверное Я надеюсь Будут нормально Сидеть Наши Вселенцы На кресле И Ничего там Мешать им Не будет Так Кровать Всем Вернули В комнату Вроде Бо всем Дима И Настя Спят Не там Где Они должны Спать Дима И Настя Так И Антонио Переехал В темную В темную Комнату В дальний Дальний Угол Но Это Не страшно Так Турелечка Одна На готове Работает Может Просто Их пока Отключить Или Я вот Даже Не знаю Стоит Ли Отключать Их Вообще Или пусть Работают С энергией Вроде бы У нас Проблем Как бы Нет У нас Заполняется Этот Ночью Кстати Есть Проблемы Ничего Не заполняется Здесь Ладно Пока Отключим Можно Конечно Хитрую Поставить Систему Такую Если у нас Проводка Здесь Позволит А нам Даже Не надо Будет Хитрая Прям Очень Система Просто Поставить Вот здесь Один кабель Давайте Сделаем Вот так Вот так И к нему Будем Подключать И переподключать Турели Техника Просто Мне об этом Давно Ребята Пишут Я не хотел Этим Пользоваться Потому что Это Как-то Как-то Неправильно Но Кому Слегко Так Здесь Теперь Давайте Добавим Сделать Комбикорм Пятьсот У нас Есть Бесконечно Разделывать Туши Все Это Есть Хорошо Надо Бильярд Поставить Давайте Давайте Мы Наверное Серию Закончим А то Опять Как обычно Я Никак не могу Остановиться Когда нужно Это сделать Вот Пока что Всем спасибо За просмотр Всем пока И увидимся Уже В следующей Серии Надеюсь Дикие Животные Снова На нас Не нападут И Мы Спокойно Еще Тут Почистим Немного Понаводим Порядок Сделаем Может быть Наконец-то Комнату Здесь Для Нормального Склада Хотя бы Одну Чтобы Можно было Отсюда Перенести Немного И Вот Это Вот Тоже Наверное Сделаю Для Материалов Но В любом Случай Пока что Всем спасибо За просмотр Всем пока И увидимся В следующей Серии